Это очень интересная картинка. Опять же, это март, там что-то случилось, март 22-го года. Видите, как инфляция скукнула в этом самом марте. И, собственно говоря, мы возвращаемся мысленно к тому вопросу, а почему же в марте 23-го года инфляция хоть и растет, то есть там происходит 6-ти процентная инфляция, но она уже не 12-ти процентная. Просто потому, что вот этот март прошлого года с резким ростом цен, он выпал из расчета. Ну и, собственно говоря, дальше мы сравниваем нынешние цены с высокой базой прошлого года. Поэтому, когда мы говорим про рост цен в таком вот длительном периоде, мы должны понимать, что в этом марте цены на 6% выросли по отношению к тому, как был рост в марте года прошлого. То есть, чтобы это не вводило в заблуждение. То есть, это 6% плюс еще годовая инфляция некоторая была. Ну и, собственно говоря, дальше еще цены вверх как ноли на 6%. Вот. Поэтому, с одной стороны, для Головченко и друзей это хорошая новость, потому что цифры красивые, но для обычных людей здесь никакой хорошей новости нету, потому что, если брать длинный промежуток времени, то цены выросли очень сильно, выросли в двузначном выражении в исчислении по инфляции. Это вот, я прошу прощения, прошу прощения, опять же, вмешаюсь сейчас, извините. Ну, диалог у нас, а что делать? Это вчера Круг нам рассказывал про, мы у него спросили, что означают вот эти показатели Всемирного банка, который улучшил прогнозы, да, Международный фонд, вот, улучшил прогнозы по экономике Беларуси. Круг говорит, да, все улучшено, все хорошо, замечательно, но не забывайте, что мы сейчас пытаемся прийти хотя бы к показателям 2019 года, 2018-2019. То есть все-то, конечно, улучшилось, но всегда улучшается на фоне чего-то, да, всегда улучшается, как бы, всегда есть что сравнить. Так и эти проценты, как говорится, цифры красивые, но не забывайте, что было до того, и откуда эти цифры берутся. Вот, и я еще, извините, Владимир, я еще хотел бы заметить, что нас частенько обвиняют в том, что вот сидят, ищут, что в Беларуси плохого, в экономике, вот, лишь бы спрашивают у гостей всегда, а что ж вот, вот это плохо, а еще плохо. Так в этом же и состоит сушность нормальной журналистики, мне кажется, искать, что плохо, а не что хорошо. Просто маленькое такое лирическое отступление, да. Можно было бы и хорошее поискать, но, может, придется брать какие-то очень специальные устройства, типа микроскопа, и что-то там очень внимательно разглядывать в каких-то показателях. Ну, да, я абсолютно согласен здесь с Круком и с прогнозами крупных мировых экономических институтов, которые дают собственные прогнозы, да. Та ситуация, которая происходит в счетном уровне, это называется такая L-образная кривая роста. L-образная, потому что она на буковку L, такую латинскую, похожая, это когда все упало и лежит, да, вот, она выглядит так. Экономисты используют, ну, таких, два термина, V-образная и L-образная кривая. V-образная, это когда упал, отжался, пошел дальше, то есть, как буковка V такая, упала и снова начала расти. L-образная, это упало и не растет. Вот, для Беларуси эта ситуация L-образная. А если посмотреть, как бы, эту буковку L перевернуть, вот представьте себе с головы, с ног на голову, то у вас получится ровная ситуация с инфляцией, да, буковка G получится. У вас получится такой скачкообразный рост инфляции, а потом медленный рост инфляции. Вот, это, как бы, обратный процесс. Почему эти процессы друг друга дополнены? Потому что, как бы, экономический рост и инфляция, они находятся в рамках одной математической формулы, проще говоря, дроби. Для того, чтобы получить экономический рост реальный, нужно номинальный поделить на инфляцию. Соответственно, чем ниже инфляция, тем больше у вас рост. Ну и наоборот, получается. Вот, именно поэтому эти вот кривые, они выглядят таким образом, что если ты смотришь на экономический рост реальный, то он L-образный. А если смотришь на инфляцию, то оно G-образное, получается. Ну и еще там интересно, у нас, оказывается, была дефляция в октябре и в ноябре 22-го года. Вот, это, безусловно, явление не экономического характера, это явление политического характера. Я напомню, Лукашенко собирал совещание и боролся с инфляцией. Боролись они административными методами, в том числе уголовными делами в отношении розницы, в отношении предпринимателей. Ну вот, заставили открутить цены назад. Здесь тоже нужно немного проговориться про то, как цены назад откручиваются. В краткосрочном периоде, там, условно говоря, месяц-два, да, вы эти цены назад можете открутить. Ну и, собственно говоря, прибыль бизнеса и предприниматель не пойдет. Вот. А дальше будет ситуация выглядеть следующим. Время инфляции дальше пойдет расти. Что мы видим вот по нашему графику, да, то есть она месяц к месяцу, а это именно месяц к месяцу инфляция, она пошла расти. А вторая реакция бизнеса будет ухудшение качества. Проще говоря, если вы начинаете думать, что эта политика, значит, чиновников, силовая, она будет продолжаться достаточно долго, вы понимаете, что вы при такой политике регулирования цен будете убыточны, вы сокращаете то, что называется расходы на производство товаров и услуг. Ну и, соответственно, страдает качество. Страдает объем, страдает качество. Чисто такие маркетинговые штуки, это, допустим, пачки молока не по литру, а по 900 грамм, например, да. Вот такая вот история. Девяток яиц. Да, 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 девяток яиц, там, потом восьмерка яиц, так можно до бесконечности. А вторая реакция бизнеса на эту ситуацию, это снижение качества. Ну, условно говоря, молоко вам раньше продавали 3-2%, а стали продавать 3%. Ну, собственно говоря, эта разница в 2%, она и выразилась в снижении цены. Вот, поэтому эти административные методы к выдерживанию инфляции, они абсолютно неэффективны. Единственное, что бывает эффективно, это очень точечное и очень кратковременное сдерживание цен. Вот, чем правительство может заниматься, это, что называется, сглаживать шпильки. Вот, если произошел какой-то кризис, например, на мировых рынках или еще что-то, и правительство понимает, что этот кризис краткосрочный, вот тогда нужно временно на пару месяцев цены заморозить, для того, чтобы это не ударило по людям и не вызвало каких-то жестких волнений, что называется, в морозе. Но за этот месяц нужно решить проблему, разгрести ее и принять решение. То есть, ну как бы мы живем в условиях новых цен, и это новые для нас ситуации. Либо мы понимаем, что кризис на каких-то мировых рынках не навал, и мы просто отпускаем цены. И опять же, это всегда таргетированная история. То есть, условно говоря, не все цены стоят, а там, не знаю, цены, допустим, на картошку стоят. Потому что вот с картошкой что-то произошло. Все остальные цены работают, как и работали. Если такая политика происходит, то это адекватная реакция. Если происходит такая политика, как давайте мы ради нарисованного роста экономики сделаем инфляцию пониже за счет административных методов, то это всегда заканчивается плохо. Это заканчивается снижением качества, снижением количества товара, ну и уходом бизнеса с рынка. Такая вот история с этим совсем. Можно вмешаться немножко насчет картошки? Ну, по картошке, теперь по борщу. Да. Вот зеркало, ресурс, которому я, например, привык доверять. Они пишут про бешеный руссцент, собственно, что вынесено у нас в заголовок сегодня. Я хочу попросить режиссера показать еще раз первую картинку. Там, где есть инфляция на потребительские товары. Вот первую картинку, Владимир. Вот. Значит, потребительские товары, да? Потребительские товары. Получается, сколько там, какой процент? 9? Да, что-то около того. 9,2. 9,2. Да, при этом, при этом цены рванули. Фрукты, овощи, комаровка, все это было, так сказать, обследовано, исследовано. И лук репчатый. Казалось бы. Больше, чем в полтора раза. По сравнению с декабрем прошлого года. Морковка на четверть. На четверть. Яблоки плюс 13 процентов. Свекла 11,7. Капуста почти на 10. Картошка на 6. 9,2, картошка вообще, да, меньше. То есть, получается, что, как бы, ну и водка подорожала на 13,8 процентов. Откуда 9,2? Такие цифры. А что же на месте стоит или дешевеет, я не могу понять, если он... Хороший, кстати, вопрос, я его не проговорил, но ответный вопрос. Это второй креативный метод сдерживания официальной инфляции. Это манипуляция с товарной корзин. Как инфляция считается? Она считается не по всем товарам на рынке, потому что все товары пересчитать невозможно. А делается выборка по каким товарам считать, в какой упаковке и так далее. Ну и, собственно говоря, вот та морковка, которая находится на комаровке, на рынке, да, она просто не попадает в эту самую корзину, ну и, собственно говоря, не влияет на расчет инфляции. Поэтому, да, в реальности может быть такова ситуация, что нормальный, качественный товар, он дорожает гораздо быстрее, чем видно по официальной инфляции. Это вот манипуляции с той самой потребительской корзиной. Проще говоря, что вы положили в эту корзину, то и проинфировалось. Но когда вы правительство и хотите показать красивые цифры, то выкладываете туда, что дорожает, скажем так, не так сильно, как прочие товары. Опять же, для чего это делается? Для того, чтобы вот этот индекс дефлятор, он называется, да, это индекс инфляционный, на который делятся рост ВВП, вот, чтобы этот индекс дефлятор получился, собственно говоря, поменьше, чтобы вот в этой трубе было значение поменьше. Ну и рост был побольше, понятное дело, да. Дефляция замедляется, рост экономики становится более очевидным, вот, а как этого добиваются? Ну вот у нас в Беларуси двумя основными путями, это работа с вот этой самой продовольственной корзиной, которую замеряют, это раз, ну и второе, это ценностный раз-два административный лимит. Ну и поэтому люди, вот, когда приходят своими глазами на все это хозяйство смотрят, что они видят? Они видят снизившиеся качества, либо дефицикла что-то, они видят более такие мелкие упаковки, но тот же самый товар, с одной стороны, в магазинах, а с другой стороны, когда они приходят, например, на рынок частнику, вот, они видят рост цен в полтора раза. Ну и, собственно говоря, картинка у людей не совпадает, вот, был встал к нам в одну цифру, а наши глаза нам в другую цифру хватает. Вот, но на самом деле для Лукашенко эта ситуация, она не такая плохая, как может показаться, вот, потому что популисты типа Лукашенко, они нашли способ, значит, объяснять эту ситуацию, они говорят, что это вот злые спекулянторы и нажимаются на народ. Хотел спросить, что, может быть, пора уже ОМОН на рынке как-то выпустить? Ну, да, может быть, даже и до этого дойдет, не знаю, но в любом случае всех кошмарить не будут, но, может быть, пару-тройку, так, демонстративно и покошмарят. Это всегда вторая часть вот этого марлезонского балета. Сначала цены стоят раз-два, потом начинаются проблемы в товарной структуре, проблемы с качеством, проблемы с наличием. Соответственно, там, где есть частная инициатива, там есть товар по совершенно другой цене, а там, где цены регулируемые, там, где можно надавить, там товар плохого качества либо отсутствует. И, соответственно, тут вступает такой второй акт вот этой пьесы, да, приходит снова, значит, жесточайший президент или там диктатор. Справедливейший. Который, кто угодно, да, справедливейший. И давай, значит, защищать народ от нечестных спекулянтов, которые, там, знаете, цены накрутили. Поэтому это всегда происходит. Вот я, кстати, нашим телезрителям предлагаю, в принципе, запомнить эту простую двухходовочку. Вот. И каждый раз, когда происходит что-то подобное, значит, что следом за ценой в ПРЛ-2 будет происходить снижение качества, ухудшение ассортимента, появление дефицита и рост цен в параллельном сегменте, там, где есть предприниматели. А после этого уже, собственно говоря, предпринимателям приготовиться, к ним, скорее всего, начнут ходить КГК, вот, крутить туда-сюда цены, вот, а, может быть, кого-нибудь уголовное дело заведут. Для профилактики. Да, для профилактики, как какого-нибудь жесточайшного снижают. Ну, и дальше это все может продолжаться как? Это может дальше продолжаться по кругу, то есть можно дальше продолжать эту политику. И тогда мы постепенно приходим в СССР, да, когда, там, условно говоря, человек, имея деньги, ждет новый автомобиль 10 лет. Заказать ничего не может, денег много, а купить нечего. Вот, если... Ой, я в конце. ...в таком крайнем случае, да. Либо эта политика прекращается и цены выстреливают. То есть вот тот накопившийся запас для роста цены выстреливает очередную инфляцию и все закручивается по новой. Вот, здесь очень, кстати, тоже должен сказать, очень важны инфляционные ожидания. Почему? Потому что, когда вы проводите вот такую политику, в цены стою раз-два, растут инфляционные ожидания. Инфляционные ожидания, это когда бизнес и люди понимают, что цены будут расти быстрее, чем они растут. И они, соответственно, начинают закладываться в этот рост цен. Люди идут, просят больше зарплаты. Вот, бизнес делает большую наценку, потому что понимает, что если что, меня тут заставят открутить цены, лучше я их сначала накручу побольше, а потом с большего откручу вниз поменьше, где-то средненькое станет с инвежом. Вот, и это разрушает, в принципе, доверие на рынке и доверие в обществе, да. И вместо того, чтобы получить нормальные рыночные цены, вы получаете гиперинфляцию. Вы получаете гораздо больший рост цен. Вот, вот такими вот ручными методами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова